Вторая смена школьных лагерей стартовала неделю назад. Депутаты Мурманского городского совета посетили несколько учебных заведений и комбинат школьного питания, чтобы проверить, чем и как питаются северные дети. Еще утро, но в 18-й школе на плите кипит обед. В меню суп, котлеты с макаронами и салат из капусты. Правда, для взрослого повара детские вкусы – загадка. Сосиски, я не знаю, самые любимые у них сосиски. А фрукты тоже, да. Поварам в подспоре – комбинат школьного питания. Овощи давно обрабатывают в специальных машинах. А там, где не сработала умная техника, дочищают вручную. Вот сейчас бригада работает, доводит их до нормального состояния, потом будет взвешиваться и вакуумироваться. Затем направляются в школы по их общим зарядкам. Самый ароматный цех, конечно, пекарня. Здесь и батоны, и рыбники, и горячие слойки. Но если овощи в холодильнике хранятся до трех дней, то эта выпечка попадет на столы школьников уже к завтраку. 53 наименования продукции. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы действительно сказать коллективу спасибо, что они так работают. Хотелось бы, конечно, может быть, по другим позициям видеть несколько больше. Хотелось бы и цеха, чтобы стали понаряднее. Но я думаю, что это все придет. Сергей Евгеньевич говорит, в последнее время замечают все больше изменений к лучшему. Есть они и на школьных кухнях. Новые печи с радостью демонстрируют журналистам. Раньше котлеты отправились на сковородку, потом в духовой шкаф. Все под постоянным надзором поваров. С новыми параконвектоматами все проще. Котлеты делаем, омлеты делаем, запекаем, запекаем запеканки творожные. То есть полностью он готовит все. Он и гарниры готовит, и овощи отваривает. То есть очень удобная, хорошая вещь. Куриные котлеты ставят на 25 минут. Не нужно ни следить, ни переворачивать. Машина сама подаст звуковой сигнал. Готовить можно и на пару. Ничего не разваливается и не вытекает. Вот только спросить у детей, понравился ли им обед, депутаты не смогли. Все отряды ушли в кино. Сейчас же у нас общественный контроль очень популярен в школе. И родители могут прийти, как участники образовательного процесса. Они входят во всевозможные комиссии, и они видели, заходили на пищеблог эту пищу и оценили достаточно высоко. Меню в столовой в свободном доступе, и каждый может узнать, чем кормят его ребенка. И хотя казенную еду любят не все, а дети особенно привередливы, для каждого найдется что-нибудь вкусное. На столах вернувшихся из кино подростков ждут сок, коктейль, шоколадка и непременные летом фрукты. А депутаты уверены, к 1 сентября дети хорошо отдохнут. Значит, оздоровительные лагеря свои функции выполняют.